Всем привет! Это Иван и вы на канале Чуть-чуть о науке. И вы знаете, я тут немного приболел, поэтому в ближайших двух выпусках голос у меня будет немножко отличаться от привычного вам. Но я не мог оставить вас без видео, поэтому давайте начинать. Вот скажите мне, пожалуйста, какие ощущения вы испытываете, когда слышите слово «трансгендер»? Наверное, это будет что-то не очень приятное. Но сможете ли вы ответить на вопрос, кто такие трансгендеры? Я так и думал, поэтому сейчас я расскажу вам, что наука знает о трансгендерах. И прежде всего нам нужно будет научиться отличать с вами два понятия. Это пол и гендер. Понятия пол проходят обычно на уроках биологии. И это всякие там пестики и тычинки, писечки и сисечки. Короче, выражаясь научным языком, первичные и вторичные половые признаки. Пол человека определяется еще на этапе зачатия, когда сперматозоид встречается с яйцеклеткой. Собственно, сама яйцеклетка несет только Х-хромосому. А из сперматозоида может прийти или Х, или Y-хромосома. Если в результате получается набор хромосом XY, то будет мальчик. А если же 2Х, то девочка. Примерно на седьмой неделе беременности в Y-хромосоме активируется ген SRI. И он усиливает выработку тестостерона. В результате чего начинают формироваться мужские половые органы, член с яичками. Ну а если Y-хромосомы нет, то и мало тестостерона, и в результате чего образуется вагина и сопутствующие там причиндалы. Таким образом, получается, что пол это чистая анатомия и генетика. Гендер же, в свою очередь, это набор неких поведенческих особенностей. То есть то, как человек себя ведет, как говорит, как одевается и так далее. Если биологических полов, по сути, два, мужской и женский, ну ладно, бывает еще, когда они оба вместе, но это нам сейчас не важно, то гендеров может быть очень много. Понимаете, провести четкую границу в поведении достаточно сложно. Более того, поведение же может еще и меняться, поэтому гендер не дается кем-то свыше, а человек сам себе его определяет. Конечно же, у большинства гендер совпадает с полом, и никаких разногласий не возникает. Именно поэтому очень часто эти два понятия считают синонимами. Но бывает и так, что биологически человек, например, мужчина, но гендерно он определяет и ведет себя как женщина. То есть ему не сплющились там эти футболы, пиво и пердеж в диван. Ему нравится носить женскую одежду и тщательно ухаживать за своей кожей. Такое состояние несоответствия собственных ощущений с биологическим полом называется трансгендерность. Такое состояние возникает из-за того, что наш мозг, а значит и поведение, начинает формироваться гораздо позже, нежели половая система. Ученые очень долго изучали мозг человека, и в результате пришли к выводу, что у мужчин и женщин мозг структурно различается. У мужчин больше объем и масса мозга, а также большее количество нейронов, в то время как у женщин выше плотность нейронных связей и лучше организована взаимосвязь между различными отделами мозга. Но самое интересное здесь то, что мозг трансгендера по структуре ближе к мозгу человека того же гендера, а не пола. То есть, если мы берем трансгендерного мужчину, то биологически он женщина, но ощущает себя как мужчина, и мозг у него будет иметь мужские особенности, даже несмотря на то, что как бы тело-то все женское. Пока достоверно неизвестно, почему происходит такое несоответствие, но здесь может быть и генетический след. Изучая семейные древа, ученым удалось обнаружить, что изменения в гене CIP17, которые, собственно, контролируют уровень половых гормонов в организме, чаще встречаются именно у трансгендерных мужчин. Но этот результат пока еще ни о чем не говорит. И сейчас ученые изучают более трех миллионов ДНК-маркеров, чтобы понять взаимосвязь с трансгендерностью. Кстати, если вы считаете, что трансгендерность это какое-то заболевание, то вы глубоко ошибаетесь. Согласно международной классификации болезней, трансгендерность не относится к каким-либо психическим расстройствам. Это просто-напросто состояние, связанное с сексуальным здоровьем. Это, как представьте, есть такой широченный амбал Валера. И тело Валеры устроено таким образом, что он очень легко набирает мышечную массу. При этом родители еще в детстве отдали Валеру в секцию борьбы. Там ему тренер твердит, что ему нужно очень много качаться, чтобы стать сильным борцом, ну или на крайний случай бодибилдером. Но Валерия глубоко плевать на все эти силовые виды спорта. В душе он хочет танцевать и участвовать в балете. Но он этого сделать не может. Общество не поймет, да и навряд ли его возьмут в танцевальную секцию. И вот примерно такой же диссонанс происходит в уме у трансгендеров. Наверное. Мне так кажется. Причем, если в случае нашего Валеры его проблема решается достаточно просто, то вот в случае с трансгендерностью все немного сложнее. Несмотря на то, что само по себе это вполне обычное состояние, но на фоне вот этого несоответствия биологического строения тела и ощущений может возникать самая настоящая болезнь. Гендерная дисфория. Она может вызывать депрессию вплоть до самоубийства. В самом крайнем случае гендерная дисфория представляет собой транссексуальность. Это когда человек определяет свой гендер прямо противоположный биологическому полу. В других же случаях гендер будет просто отличаться от пола. Например, у нас есть биологический мужчина, но гендерно он не хочет себя определять ни как мужчина, ни как женщина. К сожалению, гендерная дисфория очень сильно усугубляется обществом, где распространена дискриминация и неприятие со стороны окружающих. Первый этап лечения гендерной дисфории это психотерапия, на которой с помощью разговоров пытаются устранить неприятие собственного тела. Далее в случае транссексуальности может потребоваться трансгендерный переход. Или в простонародье мы называем это смена пола. Но по факту это не совсем так и правильнее говорить коррекция пола. И она состоит из двух частей. Первое это гормональная терапия, и второе это хирургическое вмешательство. Вопреки расхожему мнению, до операции доходит совсем небольшой процент трансгендеров. И главная роль в коррекции пола отдается именно гормональной терапии, в ходе которой изменяется форма тела, лица, а также вторичные половые признаки. Вообще необходимость тех или иных трансформаций определяется самим трансгендером. Некоторым вполне хорошо живется и без каких-либо изменений. Другим достаточно эффекта от гормонов, но конечно бывает и так, что только хирургия позволяет человеку обрести гармонию с телом. И коррекция пола это не какое-то там баловство или прихоть, это реальное лечение. Научные исследования показывают, что среди трансгендеров, прошедших в той или иной степени коррекцию пола, значительно снижается уровень суицидов. Кстати, если вам интересно, то сейчас хирурги могут переделать все настолько виртуозно, что трансгендеры могут даже получать удовольствие от секса. Однако, несмотря на значительные успехи в медикаментозном лечении хирургии, трансгендерам все еще приходится преодолевать как различные бюрократические барьеры, например, чтобы поменять документы или устроиться на работу, так и неприятия со стороны общества и даже близких. Надеюсь, это видео поможет вам переосмыслить свое видение трансгендерности и относиться к этим людям с пониманием. И как всегда помните, наука намного интереснее, чем вам кажется. Пока! Спасибо огромное за просмотр данного видеоролика. Чтобы отблагодарить нас за его создание, воспользуйтесь сайтом Patreon. Там есть возможность оформить как единовременное, так и ежемесячное пожертвование. Взамен вы получите ранний доступ к нашим видео. Кроме того, есть варианты отблагодарить еще многими-многими способами, которые перечислены в описании. И, конечно же, никто не отменял старый добрый репост. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok